Всем бокс, братва! С вами Роман Михайлов, YouTube-канал «Сембокс Жаб». И мы с вами здесь собрались на диванчике, присели на пенек, съели пирожок, чтобы обсудить последний боек. А точнее, последние бойки, которые прошли в Красноярске, и один из них даже прошел за океаном. Но что ближе к нам, за океаном или Красноярск, зависит от того, конечно же, где вы находитесь. Это большой к вам вопрос. Итак, ребята, начнем с первого боя Красноярской предновогодней вечеринки Красноярского боксерского корпоратива. Это бой между Денисом Лебедевым и Табисом Чуну. Изначально, как превью, хочу сказать следующее, ребята, что я уже и говорил на нашем инстаграм-канале «Сембокс», на который вы, к сожалению, не подписаны, большинство из вас, и поэтому пропускаете очень много важной информации. Табису Мчуну – это ошибка. Ошибка лагеря Лебедева. Выбор такого боксера, как Мчуну, Денису, который собирался на момент перед боем, завершать карьеру, который думал провести еще один-два боя попробовать, выпускать его против такого боксера, как Табису Мчуну, который, конечно, проигрывал. Но то, как он проигрывал, и те его поражения, они никоим образом, еще раз повторюсь, не влияют на то, какой он боксер. Никак его не показывают с боксерской стороны. Потому что кто когда-либо видел, как боксирует Табису Мчуну, тот понимает, что это очень хорошо выученный боксер, и самое главное, очень неудобный боксер. Очень скользкий и четкий в защите, и острый в атаке. А самое главное, что он был тоже и есть левша, как и Денис Лебедев. Денис Лебедев, который, конечно же, как и большинство левшей, привык боксировать с правшами. Денис Лебедев, у которого уютно с правшами, что уж тут говорить, боксировать. И готов ли он был против такого, хорошо защищающегося и жесткого боксера, левши, выходить в одноименных стойках. Выходить в одноименных стойках, где обычно у левшей, как и у правшей, гораздо больше происходит жары, чем когда встречаются боксеры в разноименных стойках. Потому что дистанция в одноименной стойке гораздо ближе и больше открытых дыр. Готов ли был Денис Лебедев к этому бою? Он об этом сам сказал еще после боя. После боя, в своем интервью, к которому мы еще вернемся сегодня, Денис сказал, что уже в лагере, уже в спаррингах, он чувствовал, что он уже не тот, что он уже не совсем, так скажем, готов. И походу ему уже надо заканчивать. Так когда человек это чувствует уже в лагере, что от него ожидать в ринге? Что можно сказать про этот бой? Учитывая то, что сказал Денис после боя, а он сказал следующее, что он завершает свою карьеру, что этот бой он полностью провалил, у него в нем ничего не получилось, нет смысла больше, как сказал сам Денис. Насколько я помню, что смешить народ потешить, надо уходить. Ребята, я не являюсь поклонником бокса Дениса Лебедева. Я не разделяю совершенно взгляды на жизнь Дениса Лебедева. Но я уважаю Дениса Лебедева. Уважаю его за то, что он настоящий воин, за то, что он дрался с тем, в принципе, как и любой боксер. Боксеры не убирают, с кем драться. Боксеры дерутся, с кем их сводят. То есть он дрался с кем мог драться, с кем его выходили. Он дрался всегда до конца, хотя его угол, его промоутеры давали ему буквально умирать в ринге, что у него вторые головы вырастали, глаза становились, как у инопланетянина. И при этом Денис продолжал биться, а угол не убрасывал полотенца. За это Денис уважение. Денис бесспорно настоящий воин, великим боксером и великим чемпионом. Он не стал, безусловно, но мешком, мешком Денис никогда не был. Он всегда бился и бился до конца, отвечал на удары. Так можно сказать этими словами, наверное, я уже и провожаю его с боксерского ринга. И что бы там ни было, какие бы ни было претензии к нему из-за бои с Рой Джонсом, из-за, так скажем, домашнее все вот это вот пряничное настроение, домашнее, так скажем, домашнее все чемпионы, мой негатив к этому. В любом случае, желаю Денису здоровья и удачи. А самое главное, чего я желаю Денису, чтобы Денис не становился депутатом, мандатом и какими-то там другими непонятными и чуждыми для нас и для него словами, а занялся нормальным развитием спорта. Помогал молодым боксерам, парням, любителям, строил школы и популяризировал бокс, а не заседал в Государственной Думбе. Там ему, как и 99,9% боксеров и спортсменов, которые там находятся, делать совершенно нечего. Итак, бой прошел полностью, что нужно говорить, под диктовку Мчуну, Мчуну бой полностью победил. Денис был в этом бою совершенно не готов, совершенно был не готов. Как он сам правильно подметил, он заряжался на один удар, не боксировал, хотя он может боксировать. И что интересно, как я наблюдаю за Денисом, и вот этот вот завершающий его этап, его карьеры, который начался после поездки в Америку, после поездки к Фредди Роучу, к Марвину Самодио, к которому он стал тренироваться, действительно, бокс Дениса очень изменился. И на мой взгляд, Денис Лебедев стал показывать более лучший и намного интересный бокс, после того, как он стал тренироваться в Америке. Он мне совершенно не нравился до поездки в Америку, как боксер, после этого у него появились интересные наработки. Жаль, что это произошло так поздно. Возможно, если бы Денис отправился, ну, как бы, не то, что отправился, конечно же, это все люди занимаются этим, не боксер решает. То есть, если бы он не пошел по пути домашнего чемпиона, а сразу же бы переехал, как, например, Сергей говорил, в Америку, и там стал развиваться, тренироваться, возможно, он бы в планетарном масштабе, он бы достиг бы большего. А так, его знают только в России. Но, опять же, Денис Красавчик, мы, по-моему, с вами муссолим одну и ту же тему. Денис проиграл, Денис проиграл без вопросов, Мчуну провел прекрасный бой, еще раз показал, насколько, смотрите, у нас африканская команда, Мчуну, Макабу, у них был, кстати, очный бой, в котором выиграл Макабу, я считаю, что было бы неплохо провести реванш Макабу к Мчуну, это был бы классный бой. Вообще, в Крузерах хорошая компашка набирается, в нее не входит, естественно, Сергей Кудряшов, о котором мы скажем позже. Прекрасный боксер, я думаю, всем вам понравился, кто его не знал, чисто выиграл бой, Денис ничего не сделал, Дениса провожаем, и давайте пойдем дальше, потому что, мне кажется, многие из вас уже выключили это видео, а впереди-то самое горячее, и, естественно, что вы, наверное, ждете больше всего, это, конечно же, разговор по поводу Дмитрия Кудряшова и его боя с реальным мешком Писаром. Ребята, я перед боем заявлял, что соперник у него полный мешок. Сами посудите, что мне было думать о сопернике, у которого из 23 боев, двух там, 8 поражений, у соперники, который проигрывал Кузьмину нашему, ладно, проигрывал, там был жесткий удар по затылку, прежде чем он поплыл и проиграл, но, тем не менее, у боксера, который выступает, по-моему, по кику, по ММА, короче, ребята, если я вижу боксера, который выступает не только по боксу, то для меня это уже не боксер. Я думаю, кто понимает в боксе, понимает, почему я так считаю. То есть, по сути, это был не мешок, это был не боксер, но даже с ним не справился Дмитрий Кудряшов. Не зазорно проиграть Дортикасу, не зазорно проиграть Макабу, потому что их уровень бокса не сопоставим с уровнем бокса Дмитрия Кудряшова, что уж тут не говорить. Но, когда ты проигрываешь Писару, да, я сказал это сразу, да, мы не стали даже обсуждать, когда ты проигрываешь Писару, потому что Дима реально проиграл ему. Проиграй. Я могу неправильно произносить фамилию чешского боксера, но не судите строго, эту фамилию мы слышим в последний раз. Если, конечно же, там не будет никакой-то реванш, что он будет вряд ли, потому что с чего ему там быть, когда один боксер, чех, полностью победил Димона, вообще никаких вариантов нет, ребят. Ну, там максимум два раунда было за Димоном, в одном из которых был нокдаун. Но в то же время были раунды, в которых Димон подвергался жуткому избиению, где можно было давать 10-8 за видимым преимуществом. Вообще, ребята, с чем у нас ассоциируются в последнее время, надо признать и задуматься и самому Димону, с чем ассоциируются для обычного человека, даже не для эксперта, для фаната бокса бои Дмитрия Кудряшова. Они ассоциируются с одним, с тем, что Димон выхватывает, с тем, что Димон пропускает. И уже люди, даже наши соотечественники, все в России, они все ждут бои Дмитрия Кудряшова, чтобы посмотреть, как Дмитрий Кудряшов будет выхватывать. Тебе нужно это, Дима? Ты для этого пришел в бокс? Чтобы потешить людей, как ты выхватываешь? Это отдельный вопрос. Полностью такой боксер, как писарь, кто это, перебоксировал Диму? Что там было? Дима работал в глухой, у Димы отвратительная защита. Просто отвратительная защита, отвратительные ноги, отвратительная скорость. Насколько в этом виноват Дима? Не тренер его или какая-то подготовка? И что я скажу, еще есть один нюанс? Это уже вопрос, это уже вопрос. Я весь бой слышал, как Бупа тренер Димона кричал ему из угла, не стойко на то, не стойко. И были гораздо более жесткие слова еще, добавлялись к этим не стойко на. Но Дима продолжал там стоять. Дима стоял глухой, и Дима пропускал многоударные комбинации. А много, когда ты стоишь глухой, и человек работает, который может бить с разных углов, третий, четвертый удар все равно достанет. Ты что-то заблочишь, но если ты не Флойд Майвезер, если ты не мастер защиты, если ты Дмитрий Кудряшов, то ты выхватишь точно. Поэтому эти стояния были совершенно непонятны. Был достаточно хороший нокдаун интересный. Хорошо Дима встретил, защитился плечом, но почему он не делал этого после этого? То есть этот нокдаун, он был уже не с первого раза. Дима несколько раз пробовал эту комбинацию, защиту плечом, право-прямой. И она у него получилась, потом он ее прекратил делать. Были какие-то вспышки, двойками и чем-то, и мы сразу видели, что этот чех, когда начинал работать Дима, он просто глухой, он ничего не мог делать. Он не мог работать треном номером, потому что он не умеет работать треном номером. Единственное, что он может, это пойти вперед и бить. Работать с комбинациями, особенно, когда ты работаешь по мешку. А мешок кто такой? Это тот, кто тебе не отвечает. Который просто глухой и дает тебе делать все, что хочешь. В общем, проиграл Димон этот бой безоговорочный, проиграл его без вопросов. Говорить тут нечего. Что он мог делать, он не делал и должен был делать. А что он делает всегда? Делает шоу, пропусканием ударов. Вот это вот драться не умею, люблю, но там не умею. Это, конечно, все уже даже и не смешно. Не понимаю, зачем все это ему вообще надо, Димону. Так что вот это вот судейство, мы даже не касаемся. То, что ему подняли руку, это корпоратив красноярский, понятно, там все, кому хочешь поднимут руку. У чувака там 8 поражений, он даже и не расстроился уже. Ну, подняли руку, не мне что. Но победил, конечно, он четко. Что теперь делать Диме? Вот мне вопрос. Пишите, что делать Диме? Карьеру заканчивать? Вот первое, что лезет, так скажем, на язык и в голову, блядь, Димон, хватит это терпеть. Хватит терять здоровье, испытывать нервы родственников, болельщиков, тренеру трепать нервы. Может, пора завязать? Ты же уже депутат, чего я не советую Денису Лебедеву. Ты же уже занимаешься благими делами. Может, хватит? Хватит народ сумешить. Но, есть один пункт отложенный, о котором я сразу не сказал. Сказал, что я это скажу. А знаете, какой это пункт? Вес. Не надо забывать, что Димон все же боксирует не в своем весе. Какой он крузер? Он весит там за сотку вне сезона. И, как я понимаю, он подвергает себя жесткой сушке. Не в этом ли одна из причин? Почему Димон такой медленный? Может быть, он просто медленный для этого веса? Он тяж? Он медленный до крузеров? Он мало выбрасывает ударов для крузеров? Может быть, дело в этом? Может быть, то, что он сушится так сильно, скидывает, не знаю, я думаю, по 15-20 килограмм, если не больше, перед боями. Может быть, это мешает ему нормально работать? Но об этом надо было думать уже раньше. Поэтому, на мой взгляд, ребята, я считаю, у Дмитрия Кудряшева два пути. Первый путь. В депутатское кресло. Садиться. Думать. Думу. И второй путь. Попробовать себя уже наконец-то. О чем говорят уже давно. Эксперты бокса. Коим я себя не причисляю. Я фанат бокса. Люди, да, говорят, что нужно тебе, Дмитрий, подняться в весе. Я говорю, это уже много лет. Что действительно, может быть, стоит Дмитрию подняться в весе и его пробовать себя в тяжах? Или просто уходить? Что вы думаете по этому поводу? Пишите ниже. Дальше о самом главном и приятном. О луче света. О луче солнца. С Невских берегов. С Невской земли в Красноярске. Обои, которые многие увидели по каналу Мачтовая. Обои, которые были показаны перед боем Дениса Лебедева. И я этому очень несказанно рад, что большая, скажем, широкая публика, кто не знал, познакомились с нашим прекрасным парнем из Шлиссельбурга, из крепости Орешек, из Питера, с Серегой Воробьевым. С нашим боксером, с нашим парнем, который уже недавно совершенно просто деклассировал и избил Пономарева, боксера тоже российского, который давно живет, тренируется в Америке и который является большим проспектом. Показал ему, заявил уже в мировом, так скажем, масштабе о себе. И Серега провел прекрасный бой. Прекрасный бой провел в Красноярске. И кто его посмотрел, думаю, получили гораздо больше удовольствия, чем от боев Кудряшова и Лебедева, увидели, что есть молодые парни, которые идут на смену, которые показывают интересный бокс и которым есть куда расти. Сильно техническую сторону этого боя затрагивать не буду. Серега отработал хорошо, показал, кто настоящий доминатор и хозяин, показывал интересные вещи и в защите, и в атаке. Единственное, конечно же, да, к сожалению, там не пропускал, где мог не пропускать, был местами небрежен в защите, что уж тут говорить, но именно небрежен, а не то, что ему не хватило класса или умения. Я уверен, что вся эта небрежность, которая была, если бы он был в ринге с боксером хай-левела, с топом, естественно, он бы ее себе сделать не позволил. Но здесь, включив режим доминатора и тем более, когда соперник, натянув трусы вот так вот до подмышек, до горла просто, натянув свои труселя просто, постоянно еще и жалуются, что ему бьют ниже пояса, хотя ниже пояса ему их никто не бьет. Это, конечно, ситуация бесячая. И зная, что за человек Серега, что это за воин, и насколько у него сильный дух, и беспредельное жесткое поведение в бою, он, конечно же, его это все трогало, он не мог это терпеть, и он хотел жестко оппонента удосрочить. Не получилось, но что делать? Ничего не поделаешь, зато получился красивый и классный бой, и который, я думаю, вам понравился, и вы узнали, что есть такой боец на Невской земле, есть такой боец России, и вы увидите его еще не раз, и вы увидите его в чемпионских боях, и это Сергей Воробьев. Запомните, это запоминающееся имя. Итак, парни, это то, что я хотел сказать о боях, которые были в Красноярске. Естественно, не могу обойти хотя бы одним словом бой Чавеса и Джейкобса, который прошел за океаном. Бой, который я посмотрел, может быть, мельком, не так внимательно, но в котором, в принципе, какие-то вещи, которые ожидались, опять же, и случились. Джейкобс запрыгнул для себя в новую весовую категорию, во второй средний вес, потому что в первом он и так был здоровее всех, и, наконец-то, встретился я с парнем, который близок к нему по габаритам. При этом он начал говорить, что сам после боя, что Чавес там получил жиловес, чуть ли там не крузер, что он такой здоровый, а я вот против него выскочил, такой маленький, худенький. Вот ты не заботишь, что ты постоянно боксировал с теми, кто меньше тебя, а тут ты выскочил с тем, кто более-менее близок по габаритам, и тебе пришлось тучить ноги и двигаться, потому что Чавес бросал жестко. Чавес вел, хоть и близко, этот бой, тут уж говорить нечего, что для многих, возможно, было неожиданно, и в том числе, и для меня, потому что я пока еще, честно вам скажу, не верю, не верю в джуниор Чавеса, и советую, что давно об этом говорил, что, возможно, ему стоит подвязывать боксерскую карьеру, дабы, дабы, дабы не портить репутацию отца, батю не расстраивать. Но, как я услышал после этого боя, батя полностью поддерживает сына, а раз батя поддерживает, хозяин бален, боксируйте. Кто смотрел этот бой, знает, что Чавес снялся, Чавес вел, но Чавес снялся после пятого раунда, если я не ошибаюсь, снялся, потому что у него был жестко сломан нос головой Джейкобса, и, как он заверяет, он не мог дышать, он поехал в больницу, он не мог дышать, поэтому отказался от проведения боя, он хочет реванш, он просит прощения у болельщиков, но болельщики свистели, болельщики не понимают, что такое боль, и в каком состоянии может быть боксер, который находится в ринге, как ему может быть... реально. Мы все знаем, точнее, не мы все знаем, а кто шарит в боксе, знает, насколько грязный боксер Джейкобс, что он любит добавлять головой, что он любит добавлять локтями, но, извини меня, друг Чавес, когда ты опускаешь бошку, и идешь головой вперед постоянно, ты сам идешь на эти удары, поэтому обвинять Джейкобса в этом, в одну калитку, так скажем, я не могу. Итак, парни, что-то очень затянулся мой сегодняшний с вами разговор, не знаю, есть ли среди вас те, кто досмотрел до конца, если есть, я вас за это, естественно, от души благодарю, спасибо, что вы есть, ребята, конкретный вопрос по этому видео. Три человека, из тех, о которых я сегодня сказал, боксерах, это Денис Лебедев, Дмитрий Кудряшов, и Кульсович Чавес младший должны уйти на пенсию или нет? Пишите в комментариях, пенсии или нет? И пишите, о каких вы считаете, какие вы считаете есть в будущем, и какие вы считаете, какое вы считаете будущее и какие перспективы у нашего парня с Невской земли, с Новгородской крепости Орешек, Сергея Воробьева. Что вы о нем думаете, какие перспективы вы у него видите? Спасибо, что смотрели канал Всем бокс! Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, там еще больше будет движухи, если вы будете там. Всем бокс! Хватит терпеть! С наступающим, брат! С наступающим, брат! Субтитры создавал DimaTorzok